Наши студенты показывают отличные результаты не только в волейболе. В этом году вернулись соревнования по альпинизму, связке МГУ на искусственном рельефе. Последний раз их проводили в 2018 году. За это время желающих сбираться по стенам стало так много, что организаторам пришлось сделать специальный лист ожидания. Список из тех, кто не смог зарегистрироваться в первую очередь. Что-то вроде скамейки запасных. Наш корреспондент Анна Журавлева хоть заявку и не заполняла, но попыталась покорить скалодром вместе с любителями и профи. Веревки, карабины и тропы для альпинистов на обычной улице на северо-западе Москвы. Так проходят соревнования от альп-клуба МГУ. Среди организаторов и другие вузы. Например, Московский авиационный институт предоставил площадку. У МГУ такой пока нет. Правда, алгоритм работы от локации не зависит. Спортсмены в любом случае должны быстро и безошибочно преодолеть несколько трасс за ограниченное время. На трассе расположены так называемые зацепки. С их помощью спортсмен поднимается наверх. Но использовать можно только зацепки своего цвета. Такие правила. Я, например, выбираю зеленые. Они сделаны специально для новичков. Расположены близко друг к другу и за них легко хвататься. Но главное помнить, нужно держать руки прямыми, а всю нагрузку переносить на ноги, делая вот такие движения. Новичку тяжело, но освоить это тоже можно. На соревнованиях альпинисты работают в команде из двух человек. Пока один преодолевает трассу, другой стоит на подстраховке. Помимо физической силы, они упражняются и в стратегическом мышлении. Каждый еще до старта продумывает, на какие зацепки ставит ноги. Спортсмены рассказывают, самая страшная не высота, а случайные ошибки. Например, соскользнувшая зацепки нога отнимает и баллы за технику, и уверенность в своих силах. Поэтому поддержка никогда не помешает. Давай! Давай, давай, давай! Анастасия Барбашева, студентка Бауманки, занимается альпинизмом уже почти три года. В спорт пришла благодаря клубу в университете. В паре с ней Марина Филипова. Девушке знакомы два года, но участвуют в подобных соревнованиях впервые. На трассе они могут даже не видеть друг друга, но всегда должны понимать, например, есть ли необходимость подстраховки. При этом долгих совместных тренировок обычно не проводят. Тут главное понять реакцию партнера на стрессовые ситуации. И все же на спорт уходит много времени. Скалазные альпинистские тренировки – это как минимум полный рабочий день в неделю, потому что скалазная тренировка длится по 2-3, иногда 4 часа. Занимает много времени, но и приносит много новых знакомств. И все ребята, которые занимаются альпинизмом, обычно похожи друг на друга, поэтому с ними очень легко общаться. К слову, участвуют в соревнованиях как профи, так и любители. То есть те, кто в альпинизме всего один год. Оцениваются частота и скорость прохождения дистанции. В среднем у любителей на трассу уходят от 40 до 50 минут. Предусмотрены и штрафные баллы, в том числе за невыполнение техники безопасности. Например, за расстегнутую застежку на шлеме. В числе судей в основном опытные альпинисты. Это просто альпинисты высокой квалификации, которые могут оценить безопасность и правильность прохождения дистанции. Все-таки, ну это, конечно, можно сказать, экстремальный вид спорта, но, честно говоря, я так не считаю. Это безопаснее, чем прыгать на скейтборде или что-нибудь такое. Целый день буквально в подвешенном состоянии. И по итогам соревнования Анастасия и Марина забирают первое место среди девушек. А вот в общем зачете лидирует уже команда из Альп-клуба МГУ. Денис Валикжанин и Максим Михайлов прошли четыре трассы за два часа. Так что для победы альпинистам, видимо, родные стены не нужны. Взбираться на вершины могут и в авиационном институте. Анна Журавлева, Вероника Хаврошина, Ростислав Жемчужин, Дарья Карпенко, Ваховая 9.